Продолжение следует... Олег сегодня начал наше сегодняшнее мероприятие с того, что автомаркетолог 4 года, как Олег, купил эту компанию. Я, когда готовил эту презентацию, понял, что это уже третья презентация, третье выступление, на которой мы рассказываем про тему репутации, про тему клиентской лояльности и как с этим работать. Меня зовут Дмитрий Третьяков, я являюсь руководителем IT-компании SmartPoint и основателем репутационной платформы GitLoyalty. С 2017 года мы занимаемся тем, что работаем и помогаем дилерам и не только дилерам выстраивать работу с репутацией в сети, в интернете. И вот сегодня с утра задавали вопрос касательно отзыва салон, площадок и всей серма и поисковой выдачи. С этим мы всем умеем работать. Мы накопили достаточно большую экспертизу, но, на мой взгляд, одним из таких главных итогов, к которому мы пришли в этой работе, мы разработали собственную платформу GitLoyalty для управления репутацией, для работы с опытом клиентам, которая позволяет как раз автоматически работать со всей этой историей и получать максимум от того, что клиенты пишут в онлайне. На сегодняшний день под управлением нашей платформы находятся уже больше 2000 объектов. На прошлой неделе с нашими разработчиками общались. У нас сейчас в платформе 5,5 миллионов отзывов, которые мы собрали, которые бережно храним и реанализируем. Ежемесячно добавляется более 55 тысяч новых отзывов. Поскольку тема репутации связана не только с дилерским бизнесом, а в принципе с любой компанией, которая оказывает какие-то услуги, на сегодняшний день мы уже работаем и с гостиничным бизнесом, и с ресторанами, медициной, недвижимостью, образованием. Еще есть несколько разных отраслей, компаний из разных отраслей, с которыми мы работаем. И вы знаете, наблюдая за то, как меняется рынок, я хотел бы сегодняшнее выступление начать с таких трех изменений, трех трендов, которые мы видим именно в репутационном менеджменте, потому что сейчас репутационный менеджмент, он меняется с точки зрения того, что он уходит дальше, чем просто работа с отзывами и ответы на них. И вот здесь хотел бы этими поделиться наблюдениями. Во второй части презентации, вот как раз про те большие цифры, про мониторинг всего рынка, о которых говорил Олег, мы посмотрим отзывы по китайским, по азиатским нашим брендам, мы проанализировали отзывы по 21 бренду и посмотрим, в принципе, как изменилась ситуация, о чем пишут потребители и как дилеры на это реагируют. Начнем мы с изменений, и я еще расскажу, как, собственно говоря, автоматизация позволяет эти изменения учитывать. Первое и самое важное изменение, это такой тренд, он начался, конечно же, давно, но сейчас набирает актуальность, это важность обратной связи с клиентами. Здесь привел статистику, что 57% потребителей, это универсальная статистика, не склонны обращаться в компанию, если она никак не реагирует на отзывы. То есть это, казалось бы, очевидный факт, ну то есть уже нужно реагировать на отзывы, но это пока еще, к сожалению, делают не все, и мы потом с вами на примере китайских брендов посмотрим. С этой как бы автоматизация помогает с этим работать. Здесь есть просто три примера, я покажу, как делаем это мы в платформе. Первое, что мы сделали, мы автоматизировали работу, сбор отзывов больше, чем 40 площадок, которые есть сейчас в интернете, которые хоть как-то где-то могут потребители писать отзывы. Отзывы собираются полностью автоматически, три раза в сутки, и дальше так аккуратненько складываются в личный кабинет, где эти отзывы уже можно анализировать, где можно смотреть показатели, где есть какие отклонения в звездном рейтинге, в доле негатива, и уже принимать какие-то решения на основании показателей, то есть по сути дела управлять репутацией. И безусловно, когда мы говорим про обратную связь, о том, что потребители ее ждут, это возможность отвечать на эти отзывы, и здесь эта возможность также у нас в платформе реализована, это полностью происходит автоматически, можно из одного окна писать ответы и публиковать их. Здесь вот одна из таких популярных вопросов, которые нам задают, а как автоматизировать эту работу, как применить чат GPT, искусственный интеллект и так далее. Это на самом деле все круто и здорово, но есть еще один тренд, про который я говорить не буду, это тренд на персонализацию. Вот если кто-то пользовался чат GPT, первый эффект – вау-эффект, ну типа круто это делает, но когда на 10 подряд отзывов ты пользуешься чат GPT, то вау-эффект пропадает. Ну то есть примерно он начинает делать одно и то же. Особенно это бывает неадекватно работает при ответах на негативные отзывы. Поэтому да, ответы на позитивные отзывы можно и нужно автоматизировать, а вот на негатив мы всегда рекомендуем отвечать только-только вручную, потому что ситуации бывают разные. Второй тренд, про который мы хотелось бы поговорить, это представление, предоставление великолепного обслуживания. Это вообще одна из моих любимых тем и глобальная идея, почему, собственно говоря, я занимаюсь GitLoyalty, потому что от того, работая с разным бизнесом, мы помогаем правильно работать с обратной связью, по сути дела я такую маленькую лепту вношу в улучшение жизни своей и каждого из нас. Потому что если мы будем при обслуживании автомобиля получать достойный сервис, достойный сервис, когда нам оказываются стоматологические или медицинские услуги, мы все будем жить гораздо лучше и, собственно говоря, получать то качество, за которое платим. И здесь тоже у меня есть статистика, она из разных компаний, что вот 77% потребителей, они считают это важным с точки зрения лояльности к бренду. И здесь вот для того, чтобы работать на великолепное обслуживание, тоже помогает автоматизация. Но прежде чем я расскажу такой небольшой кейс, вот недавно я его на вебинаре рассказывал, это такой мой эксперимент. Я в один из городов приехал и думаю, проведу эксперимент, попробую позвонить одному из дилеров, в такой крупной группе компаний и попробую сначала получить консультацию по запчасти, а потом записаться на сервис. Звоню первый раз, берет девочка из контакт-центра, я говорю, соедините меня там с отделом запчастей, только по такому-то бренду, а это был премиальный бренд. Она меня соединяет, звонок возвращается, то есть там трубку никто не взял, она говорит, вам перезвонят. Не перезвонили. Делаю вторую попытку на следующий день, опять звоню, опять соединяю с девочкой, она меня уже соединяет с человеком, я получаю консультацию по запчасти, он говорит, ну, чтобы вас на сервис записать, я передам ваш контакт, вам перезвонят. Не перезвонили. И получается, мы потом что сделали? Мы взяли этого дилера, группу компаний, мы взяли их все азиатские бренды, здесь как раз китайские бренды, и взяли весь негатив, который опубликован в 2023 году, и распределили его по воронке. Сколько негатива относится к этапу поиска, сколько к этапу выбора и сколько к этапу действия. И вот здесь, конечно, цифры впечатлили, 52% негатива относится к этапу выбора. То есть, по сути дела, это те люди, которые даже не приехали. И вот когда задают вопросы, зачем заниматься отзывами, зачем заниматься репутацией, ну, здесь, наверное, очевидный ответ, что если мы эти 52% превратим хотя бы в 2%, это люди, которые к нам приедут и совершат действия, и, по сути дела, получат, принесут нам деньги. И вот здесь автоматизация тоже помогает. Мы в GitLoyalty внедрили такую математическую модель, которая автоматически анализирует содержимое отзывов. Вот здесь жирненьким выделены те теги, мы еще дальше на азиатских брендах это посмотрим, которые мы умеем определять. То есть, если в отзывы написано там про покупку или сервис, то система это определит. Точность определения в среднем сейчас составляет 91%. Ну, то есть, мы постоянно работаем над улучшением, но в целом, то есть, на 9 из 10 отзывов мы достаточно точно попадаем, что либо это про покупку, либо про сервис, либо где клиент упоминает стоимость, время. И вот интересный тег именной, это отзывы, в которых упоминается имя сотрудника, о котором он говорит. Не успели выкатить теги по кредиту и по обслуживанию, это будет, наверное, уже на следующей неделе. Но вот с точки зрения кабинета, это выглядит следующим образом. То есть, по сути дела, вы видите такую картинку верхнего уровня, о чем пишут потребители, с возможностью провалиться, например, в именной отзыв, посмотреть количество отзывов, где упоминаются сотрудники. И уже работать именно с этим негативом в разрезе тех направлений, которые вам нужны и важны. И, безусловно, еще одна история, которая важна с великолепным обслуживанием, мало следить за тем, как мы работаем, нужно еще следить за конкурентами. Этот процесс тоже можно автоматизировать, и мы его автоматизировали. Здесь пример гостиничного бизнеса. Мы работаем с управляющей компанией «Роза Хутор». Это все отели, которые на «Роза Хутор», большинство из них принадлежат ей. И вот они очень активно пользуются этим инструментом, то есть они смотрят, а что пишут потребители по их конкурентам, какие есть плюсы, какие есть минусы, и, соответственно, они тоже через автоматизацию с этим работают. Ну и третий тренд, про который хотелось бы поговорить, он завершающий, это потребительское сотрудничество. Скажите, пожалуйста, а вот кто в компании лучше всего знает, какой продукт нужен рынку? Клиент, точно. Соответственно, потребительское сотрудничество, оно про это. И этот тренд говорит о том, что клиенты готовы с нами делиться информацией. Я здесь нашел такую статистику, что практически 5 часов мы с вами все в среднем проводим в смартфоне. И кажется, почему бы не использовать это время для того, чтобы немножко попросить клиента поделиться своей обратной связью. Но здесь речь не такие про опросы, когда мы просто позвонили, спросили, насколько вы остались с нами довольны, или еще что-то. А это именно спросить такие открытые, развернутые вопросы, которые позволяют оттуда вытащить вот эти ожидания, которые есть. И здесь я хотел рассказать про несколько точек, в которых можно такое спрашивать, которые мы применяем. Например, это обратная связь на официальном сайте. Вот регулярно на конференциях спрашиваю, у кого есть такая возможность на сайте оставить. Вот сейчас тоже спрашиваю, у кого есть на сайте возможность оставить отзыв. Так у Олега точно есть. И обычно руки понимают мало людей на самом деле, но вас уверяю, что это очень простая механика, которую важно… Да, уже не на первой конференции мы с тобой. Соответственно, очень рекомендуем это сделать. Простая механика, которая оцифрует одну из точек касания. Другая интересная история. Мы тестировали эту историю с медицинской компанией. Вот есть карточка на Яндексе. Понятно, что в карточке можно оставить отзыв. Мы размещали в сторисы… Ну, знаете, что в Яндексе есть сторис. Сейчас вот прокручу. Ну, кнопочку, ну, как бы сторис – обратная связь. С возможностью в этой сторис оставить отзыв. Эта история… Я бы не сказал, что там много отзывов, которые приходят, но она очень неплохо работает как раз, если вы не хотите, чтобы негатив, он опубликовался в карточке на Яндексе. Потому что клиент в первую очередь заинтересован, чтобы компания узнала об этом отзыве, об этом негативе и сделала с этим что-то. Ну, и третья, наверное, такая точка, которую много говорили. Вот сегодня в презентации у Дарьи я видел тоже, они используют такие тэблтенты, пирамидки в клиентской зоне с QR-кодами. Это тоже активная история. Не нужно ожидать от нее большой конверсии. Она работает прежде всего на то, чтобы дать возможность нашим клиентам поделиться обратной связью и сделать это там, где им удобно. И вы знаете, вот в этом году на нескольких гостиничных конференциях принимали участие, и они тоже используют историю с QR-кодами. А как вы думаете, вот в отеле, у всех же есть опыт проживания в отеле, где самое популярное место для QR-кода? Точно, в туалете. Дарья, а у вас есть в туалете QR-код? В дилерском центре? Ну, потому что в отелях… Надо большой тогда QR-код. Да-да-да, в отелях это очень хорошо работает. Еще одну историю тоже поделились на гостиничной конференции. Я буду из других отраслей тоже примеры проводить, потому что там, если у них работает, почему бы это не запустить в автобизнесе. Одна из историй, почему QR-коды не сканируют, потому что мало мотивации для того, чтобы это сделать. И вот в отелях они сделали такую штуку, что призыв к действию на QR-коде был «Получите инструкцию подключения к Wi-Fi и оставьте нам отзыв». То есть, когда ты заселяешься, ты хочешь подключиться к Wi-Fi. Возможно, стоит такую историю в дилерском центре попробовать, там в клиентской зоне, когда люди ждут, ожидают. То есть, можно таким призывом к действию просто увеличить количество клиентов, которые сканируют QR-код. А дальше уже, что они дальше будут делать, зависит от посадочной страницы, на которую направляете. И здесь, с точки зрения автоматизации, вот как раз, что мы сделали в Гете, то есть мы не просто сделали там стандартные такие опросы, мы сделали полноценный конструктор опросов, который позволяет, по сути дела, любые опросники запускать, опрашивать клиентов по точкам касания, по QR-коду, проводить разовые опросы, например, выгрузить базу клиентов, которые не приезжали там на сервис в течение последних шести месяцев, и задать им вопросы, узнать, почему они не приезжают. То есть, по сути дела, цель этого инструмента сделать так, чтобы как можно больше обратной связи и точек касания с нашими клиентами было оцифровано. И еще одна история, когда мы оцифровываем, это тоже мы сразу заложили, важно это все замерять. Это не только технологии NPS, это и CSAT, и SMILE, и звезды. В зависимости от того, где мы с клиентом касаемся, нужно использовать разные технологии замерения лояльности. Потому что, например, NPS мы часто видим, что меряют не совсем правильно, потому что если кто-то читал книгу «Искренняя лояльность» Рейхальда, он говорил о том, что NPS нужно мерить периодично. То есть, это история, которая не в моменте измеряется, а периодично измеряется. Вот для измерения в моменте на тех же QR-кодах, на сайте, используют зачастую технологии CSAT. То есть, это пятибальная шкала, которую можно использовать. И так вы можете все показатели измерять и видеть. И вот в завершении вот этой первой части, первого блока, прежде чем мы уже к цифрам, к аналитике приедем, цитата канадского хоккеиста, мне она очень нравится. Важно видеть не то, что где возмущения сейчас происходят, а где они будут потом. В принципе, он это применял в хоккее. Можно, я думаю, что применять и в жизни. Поэтому здесь я эту цитату привел для того, что если сейчас видеть эти тренды и начать меняться, начать двигаться в сторону клиента, то через год у вас уже будут совсем другие позиции. Ну и вторая часть, собственно говоря, исследования. Вот как раз три года назад нашел такую фотографию, мне коллеги помогли. Мы тоже на мероприятии дилера презентовали это исследование. Тогда мы сделали такую штуку. Мы взяли топ-20 автомобильных компаний, которые по продажам у нас есть в России. Мы взяли все бренды, которые на тот момент были представлены и посмотрели вообще по ключевым площадкам Яндекс и тогда еще Google, где и что пишут клиенты, о чем они говорят и как, самое главное, дилеры на это реагируют. В этом году мы решили повторить это исследование, и во многом потому, что сами дилеры начали просить. То есть когда ты с одной стороны видишь картинку по себе, это одна история, когда ты видишь картинку по всему рынку, это немножко другая история. И здесь вот я хотел как раз поделиться частью этого исследования. Само исследование, я думаю, что мы сделаем в декабре, оно будет доступно всем, можно будет посмотреть. Мы сейчас взяли и посмотрели китайские бренды. Не знаю, все ли мы ушли, я думаю, что нет. У нас их получилось 21, у которых есть дилерская сеть, имею в виду. То есть хоть какой-то дилер. Блин, сейчас пока буду говорить, 27 будет. Ну, хотя бы вот один дилер, 21. Мы сейчас посмотрим по 21, мы посмотрим 21-22 год и 10 месяцев 23. То есть 10 месяцев 23 мы посмотрим чуть-чуть подробнее. И начнем мы с истории, с базового показателя. Это, конечно же, количество отзывов. Вот, посмотрите, как выросло количество отзывов за 10 месяцев. По сравнению с 21 годом оно выросло в 5 раз. Единственная погрешность, которую мы увидели, она заключается в том, что зачастую, когда открывается у дилера какой-то бренд, ну, допустим, не знаю, был дилерский центр Renault, Renault была карточка на Яндексе. Открывают Exit, например, да, они берут карточку Renault и переименовывают ее в Exit. И, соответственно, статистика может немножко плавать. Но для того, чтобы она не плавала, мы взяли 3 китайских бренда, которые уже давно на нашем рынке присутствуют, и вот эти цифры прироста по количеству отзывов. То есть у Мамода, посмотрите, число отзывов выросло больше, чем на 1000% в 2023 году. И если дальше посмотреть эту корреляцию с продажами, то она очень сильно бьется. То есть чем больше мы продаем, тем больше отзывов публикуется в интернете. Следующая история – это как раз о том, как дилеры работают с этим. Это средняя температура по этим 21 бренду за 10 месяцев 2023 года. Только 74% отзывов отвечаются. Речь про Яндекс, Тугис и Авито. Три платформы мы смотрели. Google не смотрели, потому что он работает нестабильно. Ну и, соответственно, среднее время ответа – 8 дней и 11 часов. Самое интересное, что мы не нашли ни одного бренда, где охват ответов бы превышал 90%, ну где прям вот близко к сотне, да, и не нашли ни одного бренда, где средний срок ответа был бы меньше 5 дней. Есть хорошая новость, то, что эти показатели гораздо лучше, чем 2 года назад. Вот, тогда среднее время ответа было 60, ой, 16 дней, с чем-то там порядка 18. Ну, то есть, грубо говоря, в 2 раза больше. Большие охваты были только у половины отзывов. Но есть и плохая новость, что это достаточно, ну, как бы низкие показатели. То есть, время ответа должно быть, ну, как минимум в 2 раза меньше, а отвечать нужно на все отзывы, потому что это ждут потребители. Дальше мы посмотрели тональность отзывов по тому, по мнению потребителей. Ну, то есть, если он пятерку поставил, это позитивное. Тройку и меньше, то это негативное. Здесь тоже есть хорошая новость, всего 10% негативных отзывов, потому что 2 года назад их было больше 20. Тогда средняя температура по рынку была 22%. Это на самом деле хорошо и замечательно, но здесь есть тоже такой нюанс. Вот, и нюанс заключается в следующем. То есть, мы как раз дальше посмотрели по тегам, то есть, о чем пишут потребители. Вот, и получилось, что понятно, на стоимость не обращая внимания, сейчас, мне кажется, любой бренд возьми, там будет много негатива про стоимость. Вот, но два есть интересных тега. Это по поводу времени, то есть, где потребители жалуются о том, что они там много времени проходят в дилерском центре, что сделка была долгой и так далее. Это то, на что дилер может влиять напрямую. И 5% из негативных отзывов, это там, где упоминаются имена конкретных сотрудников. Это то, с чем нужно и важно работать, то, что подвластно с точки зрения управления дилером. Ну, а нюанс заключается в том, что, по сути дела, многие китайские бренды, они только-только пришли на рынок. И будет интересно посмотреть эту картину, ну, там, через год-два, когда пройдет уже полный цикл обслуживания, когда пройдут какие-то страховые случаи и прочее, прочее. Насколько изменится ситуация с точки зрения потребителя, потому что сейчас, вроде бы, казалось, то есть, опыт от покупки, он по факту самый позитивный. На этом у меня все. Есть две вещи, о которых хотел сказать. Первое, если кто-то хочет детальнее узнать, у кого есть в группе компании китайские бренды, ситуацию по нему, здесь можно отсканировать QR-код или зайти на наш сайт, и мы покажем эту историю, ну, то есть, просто проведем демонстрацию, покажем всю ситуацию, которую мы видим с точки зрения автоматизации. И второе, у нас есть сертификаты на три месяца платформы GetLoyalty. Вот, мы готовы их вручить, либо бесплатно за лучший вопрос, либо еще какой-то механики, ну, в общем, как с кашелью. На самом деле, слушай, за что бы вам решать, подарочек не будем. Слушай, а автопокетологу нельзя подойти? Можно. Сори, ребята в онлайне. Я тут просто выторговывал для себя подарочек, и поэтому без микрофона. Слушай, я думаю, что можешь присоединиться к моей идее. У нас… Сори, оффлайн сегодня без подарков, с моей стороны. Не потому что вы такие сяки, а потому что я так придумал, и надеюсь, вы меня как раз простите. У нас есть три подарка от Авито, включающие из себя в том числе последнюю книгу Вани Куца, поэтому первым трем маркетологам, которые напишут, что книга нужна им, мы ее вышли. Очень нужна? Ну, я тебе не могу отказать. Хорошо. Два маркетолога в онлайне получают книгу, одна уходит в оффлайн. И у нас есть восемь книг «Волшебная таблетка и Фэндай», и, соответственно, первые восемь, кто напишет, кому нужна книга в онлайне, семь книг, которые… семь человек, кто напишет первой, тот получит книгу от Сергея Наумовского. Можешь присоединиться, кто первый напишет, тот и можешь в другой что-нибудь придумать. Вот, то есть здесь, собственно говоря, как тебе больше нравится. Так, вопросики, вопросики, вопросики. Что такое, не хочет переворачиваться. Так, у каких площадок больше всего вес отзывов с точки зрения доверия юзеров? Все зависит от региона, зависит от того, что пользователь делает, не знаю, сервис выбирает, либо он покупает автомобиль с пробегом. Здесь уникальность, здесь нет какой-то общей гребенки, да? Такого единого ответа нету для вас всегда. Так, ну тут комментарии от Сергея Петрова, все по-прежнему не из Австрии, что 95% сотрудников OpenAI грозятся уйти из компании, и чат GPT может отвалиться в любой момент. Как быть в таком случае, как уйти от зависимости от внешних сервисов при автоматизации? Используют российские сервисы, есть GPT от Яндекса, от Сбера, то есть они менее, наверное, умны, так скажем, но для большинства задач будет более чем достаточно. Ну, на самом деле, мы на автомаркетологии разбирали тему с искусственным интеллектом, можете найти видео, там есть плюсы-минусы разных платформ, плюс у нас в сайтах недели есть серия выпусков про искусственный интеллект, поэтому, ну, ищите и найдете. Так, Мария спрашивает, как относиться к такой честности? Речь идет о том, что недавно видела у какой-то компании прямо на главной странице немодерированные отзывы клиентов, и там были одни единицы и двойки. Скорее всего, да, это фиаско, да, то есть, скорее всего, это просто какая-то ошибка, потому что, ну, сложно назвать это честностью. Ну, либо это конкуренты постарались. А, ну, вот Мария уточняет, что пятерки тоже были, но так редко. А нужно ли вообще охват ответов, чтобы был больше 90%? Да, нужно. Я еще… Почему уже скажу, почему это важно, да, то есть, если представить, что пользователь написал отзыв в интернете, по сути дела, наш ответ – это тоже отзыв. То есть, мы можем количество откликов увеличить в два раза, просто за счет того, что будем отвечать. То есть, это нужно прежде всего бизнесу, ну и клиенту, конечно же. Хорошо, негативные отзывы можно протестовать как привезу, если запросил 10 дней на заслужение посещения. Прекрасно. Спасибо за комментарий. Для онлайн-аудитории сейчас повторим. Если вы получили где-то в онлайне отзыв о том, что такие сякие, плохие, нехорошие, но никаких нет подтверждений, что этот человек реально у вас был, вы имеете право также в ответном реагировании запросить подтверждение того, что он реально был, копия наряда, номер наряда, ну хоть что-нибудь. И если в течение 10 дней он это не предоставил, то по закону о клевете, неподтвержденном порочащих сведениях, вы имеете право в Яндексе запросить на основании уголовного кодекса, а протестовать этот отзыв и удалить. Да, отличная механика, до 30% негатива можно так удалять. Так, в зал есть какие-нибудь вопросы? Незнакомая, да? Сейчас познакомитесь. Да, уже знакомая как 3 года. Дмитрий, у меня вопрос куда? Нет, спасибо. Подождите, но остальные же не знают, представьтесь. Меня зовут Анастасия, автотехцентр МИК, работаю с замечательным молодым человеком Олегом, его помощница. Дмитрий, у меня вопрос касательно обжалования отзывов. У вас на платформе, к сожалению, этот функционал пока не разработан. Есть ли какая-то система, куда вы опрашиваете клиентов для типа Jira, куда можно написать эту задачу и смотреть, как она набирает обороты для понимания ее реализации, потому что обжалование – это актуальная тема для работы с репутацией. Заходя на каждый сервис, но при этом умея вас отдельно обжаловать, он отзывы через Яндекс. Еще геморрой. Согласен, да. У нас писать уже не обязательно, то есть я думаю, что мы эту задачу релизним в январе. Мы сейчас что делаем? Мы собираем базу всех обжалованных, удаленных, негативных отзывов на Яндексе внутри нашей компании, хотим обучить просто математическую модель, чтобы она сама подсказывала, какой отзыв и по какой причине можно удалить. Я думаю, что мы это сделаем в январе, плюс с возможностью из одного окна это сделать. То есть я думаю, что… То есть осталось ждать чуть-чуть совсем. Ну это очень хорошо только. А вы разобрались, как работают алгоритмы Яндекса? Потому что они не каждый отзыв на обжалование принимают. У них вот как-то 50 на 50 схватывает. Как раз для этого мы хотим использовать только ту, то есть ту базу, которая у нас точно получилась, за что получилось зацепиться. Чтобы не каждый негативный отзыв мы рекомендовали обжаловать и удалить, а только то, что действительно имеет какую-то вероятность. Поэтому выкатим, потестируем, будем иметь в виду, что вы готовы быть одним из первых. Ну тогда я все равно скажу. Ваш номер телефона не будет нужен. Был на экране, но обменяемся. Да, я всегда хочу. Был на экране, но я всегда хочу. Спасибо. 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 Спасибо.